Радио Болткома. Утро на Болткоме. Гораздо тяжелее пережить какие-то холодные времена и голодные, в том числе, все-таки летом больше как-то где-то есть где поживиться. Тем не менее, вот мы хотели все-таки обратить внимание на тяжелую судьбу бродячих животных, которых тоже нужно позаботиться, и этим занимаются добрые люди. Добрые люди, в том числе из благотворительной организации КАКИ Шуела. Почему я обратил внимание, как работает вот это вот все в современном мире в 21 веке? Вчера, в том числе, вот открываю Facebook, там ленту листаю, 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 и у знакомой вижу фотографию. Она стоит с какой-то деревянной дверью, что-то там то ли ее шкурит, то ли ее красит. Ну, заинтересовало, что в тексте написано что-то про котиков, что-то благотворительность. Полез дальше посылком-посылком и обнаружил такую организацию КАКИ Шуела, которая занимается, в общем-то, постройкой, возведением домиков для бродячих животных, заинтересовался. И вот в эфире представитель КАКИ Шуела. Я так понимаю, связь налажена с Анной Паткиной, администратором общества благотворительной организации КАКИ Шуела. Анна, доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Давайте расскажем о вашей замечательной богой-котуугодной деятельности. С чего все началось? Откуда вы берете все эти материалы? А главное, как вы определяете адреса, где нужно установить вот эти вот общежития для бродящих котов? И почему именно коты, а не, скажем, собаки? Тараканы. Ну, все началось с основателя Святослава Михайлова. Он же мастер, который делает эти домики, да, и он же тот, кто это придумал, да, создал. Вот. Я значительно позже подключилась, когда уже пошел объем, да, и спрос большой на эти домики. А все началось с того, что он в соцсетях увидел пост о том, что котики остались без возможности укрыться, то есть закрыли подвалы, да, и котики зимой остались на улице, да, под кустами спать. И он достаточно сердобольный человек, вот сделал, значит, домик первый, помог бабушкам и сделал вот этот домик. После этого к нему еще обратились за помощью, да, чтобы он сделал домик. Потом еще, еще, и потом уже было столько много запросов, что пришлось создавать общество, чтобы это как-то попорядочить и ввести в какую-то систему. Можно ли просто ставить такой домик на улице или нужно его согласовывать с Рижской думой? И хотя бы жильцами ближайших домов. С Рижской думой надо согласовывать на муниципальной земли, но вообще, да, нужно согласовывать с владельцами земли. Вот, ну, зачастую, как бы чаще всего это происходит в влези жилых домов, где закрывают отверстия подвалы, пути к улучшению доступа, да, подвалы, соответственно, они стоят на улице. Ну, там, как правило, сердобольные люди, да, пенсионеры зачастую, они, ну, делают им всякие такие, скажем так, домики, назовем это, да, из старой мебели, да, из хлама, из ветошек. Ну, и это имеет не очень привлекательный вид, да. Ну, то есть, если это стоит, как бы, никому не мешает, и на месте всего этого старого хлама устанавливают какой-нибудь красивый домик, да, для этих водиков, то, естественно, как бы реакция у жителей обычно позитивная, да, они радуются, что здесь больше нет хлама, есть вот красивый домик. Не выглядит, как кошачий бомжатник уже, да? Да, 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 вот. Но бывают, конечно, такие ситуации, когда нужно действительно согласовывать, когда это вот только закрыли подвал, там ничего не было, ну, как бы никакого, ну, никакого убежища, да, для котиков. И тогда мы согласовываем или с дом управления, да, или надо тогда собирать 50%, 51% за, чтобы проголосовали жители. Ну, как бы, на самом деле это достаточно сложная процедура. Ну, а были какие-то проблемы? Те, кто заказывают домик, да. Были когда-то проблемы со сбором вот тех самых подписей? Кто-то вот возмущался? Что это здесь антисанитарей у нас во дворе вы разведете? Я буду ходить и гадить! Конечно, такое очень часто бывает. Мало того, нас очень часто обвиняют в том, что это мы виноваты, в том, что у них там котики, да. Хотя на самом деле мы всего лишь хотим помочь как-то облагородить. Облагородить. Да, вот это вот, да. Наоборот, хотим помочь, чтобы... Ну, Анна, вот скажите... Ну, место, во-первых, для кормления в этих домиках есть место, да, где можно хотя бы держать еду в закрытом месте, чтобы она не мешала. Эти котики там в этом домике живут, они не крячатся там сразу под машиной, да. Вот. И, естественно, мы следим за стерилизацией. Вот я хотел как раз спросить. А как понять, мы следим за стерилизацией? Вы их отлавливаете, вы их стерилизуете, и сразу вопрос, за чей счет, или нет, или как? Ну, лично нашей организации у нас, к сожалению, нету таких добровольцев, ловцов, которые ловят. Но мы обращаемся к тем же волонтерам, да, или к тем же организациям. Вот сейчас Улу-Белла, да, представители Улу-Белла вылавливают котов на стерилизацию, то есть обращаемся к ним за помощью. Есть такая же организация «Дзимний кусос», да, большая, там только много волонтеров, которые тоже этим занимаются. И мы просто просим их, что надо приехать по такому адресу и помочь стерилизовать котик. – Я, насколько все-таки понимаю, строительство такого домика для котов, оно достаточно сложное. Ну, то есть, несмотря на то, что есть уже какой-то шаблон, я понимаю, наверное, это поставлено, ну, если можно так выразиться, на поток. Но все-таки вот откуда берутся деньги на то, чтобы собрать материал, оплатить труд тех, кто занимается изготовлением этих домов, оплатить, ну, не знаю, вот я понимаю, что, может быть, это энтузиастно, но, может быть, тоже какие-то, ну… – Ну, сопутствующие материалы, да. – На пожертвования неравнодушных людей. Скажем так, у нас есть, когда к нам обращаются за домиками, да, то есть мы сами, нет такого, что мы там ищем специально кого-то. Обычно к нам обращаются, знают о нашей организации. В последние годы очень много человек знало о нашей организации, да. И они сами обращаются. И обычно они делятся на две категории людей. На одних, которые могут сами оплатить расходы, да, на постройку домика. А вторая, ну, второй тип людей, которые не могут себе этого позволить. И тогда мы пишем какую-нибудь интересную историю о котиках, которые нуждаются в этом домике, да. Выставляем это на нашей страничке в Фейсбуке, и неравнодушные люди жертвуют деньги. И таким образом мы собираем средства на постройку домиков. Ну, честно говоря, слезами обливался я вчера, когда читал ваши тексты на Фейсбуке. Каждый день добрая женщина Люба угощала их кормом. Котики жили, не тужили, но в один из днезнастных дней приехали представители домоправления и закрыли все лазейки в подвал. Бедные котики остались без своего дома. Осенними, дождливыми вечерами, прижимаясь друг к другу, они сидели под кустами и смотрели на заколоченные окна подвала. Наступили холода. Более шустрые котики смогли отвоевать себе теплое местечко в ближайших подвалах жилых домов. Но четыре менее строптивых котика так и остались спать под открытым небом. Сразу все, рука сама за кошелек, тянется за кошельком, куда кому перечислить. Кто сочиняет все эти тексты? Ну, сочинять это не совсем, чтобы сочинять. Это реально... Ну, понятно, пишет. ...которые рассказывают люди мне. И я это обрабатываю как... Ну, и истории действительно душевные. Поверьте, мы не издеваемся. Это прекрасный текст. Огромное спасибо. Он действительно побуждает в действии. Спасибо. А есть несколько вопросов таких, знаете, что называется... По сути вопросов. Проекты домиков. Как-то вы вычисляете объем пространства? Сколько жилых комнат? И так далее. Ну, есть ли какой-то стандартный проект? Ну, есть три типа домика. Маленький, средний и большой, да. Маленький домик, считано, на одного-два как-то. А средний домик, ну, от двух до семи. В зависимости от того, какие они дружные. И большой домик, это двухэтажный. Там уже, может, до двенадцати. А то и более готов вместиться. То есть, это третий полный проект. Ну, да, да. Вот у нас есть звонок. Здравствуйте, пожалуйста. Доброе утро. Здравствуйте. Я вот, знаете, нескольких кошатниц знаю, которые уже десятилетиями кормят котов. Так вот, они заметили, что кошка запросто может ночевать на улице. Только бы она была накормлена. Все. А вот если кота не кормить, он сразу замерзает. Вот такой секрет есть. А вот как несправедлива эта жизнь. Нет, ну, я понимаю, что претензия в том, что, может быть, надо больше кормить котов, чем нужны ли им домики. А я так понимаю, что кошки более живучи, чем коты. Тут как бы гендерное неравноправие среди усатых-полосатых. Вот сейчас все узнаем у специалиста. Ну, справедливости ради, надо сказать, что эти домики, они без отопления, да. И это всего лишь там, да, там есть... Укрытие. Они сделаны там из ОСБ, есть внутри утеплитель, да. Но минус 20, ну, нельзя сказать, что это теплое, особо теплое такое убежище. Поэтому, естественно, коты согревают, во-первых, друга, да, своим теплом. И если они накормлены, это самое главное, конечно, для бродячего, бездомного животного. Это самое главное быть накормлены. Но, тем не менее, это же лучше, когда они будут находиться в каком-то одном месте. Ну, конечно. Потому что они же в любом случае, эти животные, в снег, в мороз или в дождь, они же не будут сидеть под пустыта, лазеечки, под машинами те же, да. Что это опасно, как бы, и для движения, и для самих животных, да, когда они там под машиной, сколько же случаев, что... Есть ли статистика, вот сколько было у вас домов построено? Таких вот стационарных домиков, да, кошачьих, их 138, ну, да. Ого! Однако. А в каких районах больше они установлены? В центре где-то, по районам Риги? Ну, по районам Риги, да, в жилых кварталах больше всего. Не могу сказать, в каком-то... В большом районе, но в Курс, МСС, домики, в Кенгараксе, вот в последнее время очень много запрашивают. Ну, то есть, ну, да, в основном по стопальным районам. А напоминаю, что мы беседуем с Анной Паткиной, администратором общества, с благотворительной организацией Какишуэла, и ребята занимаются тем, что устанавливают по запросу домики, самодельные домики для бродящих животных, конкретно для котов. Скажите, пожалуйста, Анна, а по вашим наблюдениям или ваших волонтеров стало ли больше в последнее время бродящих животных и забирают ли домой? Ну, вот поступил сигнал, например, с конкретного адреса, что нужен домик, а кто-то пришел, и вместо того, чтобы поставить, ну, не только не вместо того, а заодно и забрал какую-то кошку с собой, пригрел, приютил. Ну, к сожалению, не так часто. Понимаете, те котики, которые, возможно, приютить, да, их же волонтеры и выставляют на Фейсбук, да, скажем так, они их пиарят, вот, для того, чтобы найти им дом. А у нас, как бы, мы чаще ставим именно таким животным, которые уже не поддаются домашней жизни, да, то есть. Ну, или где-то бывает, там, какой-нибудь, кстати, заказывают их в частные дома, когда привился какой-нибудь к ним котик, да, вот, они не могут его взять в дом, но они вот таким образом у себя во дворе ставят домик, вот, такие тоже бывают. То есть такие заказы тоже бывают, да? Да, да, бывают, ну, не часто, но бывают. Бывает, что заказывают на какие-нибудь территории, ну, частные территории, там, производство, где что-нибудь там тоже изготавливается, там, заводы, вот. Вот, на такие тоже в последнее время стали заказывать домики, когда там тоже бродячие животные, да, ну, прибиваются к ним, кто-нибудь подкармливает, и таким образом тоже домики устанавливаются. А вот так, чтобы в домике жили коты, и кто-то пришел их забрал, ну, это очень редко. Каким образом можно помочь? В основном, понимаете, к нам, когда вот обращаются, к примеру, да, к нам обратились, обратился человек, да, там, ну, пенсионер возьмем, да, женщину помочь ей установить домик. Мы устанавливаем этот домик в спальном районе, да, возле живого дома. Это же бабушка, она же и ухаживает за этим домиком, она же ухаживает за этими котиками, их кормит. Вот у нас есть договор о том, что, если ей нужна помощь, она обращается в нашу организацию, если ей нужно с кормом, да, помочь. Ну, с кормами помогаем тоже пенсионерам. Вот. Ну, и не только пенсионерам нуждаются, те, кто кормит большое количество животных, тем же волонтерам тоже помогаем с кормами. И тут вот наступает самое время задать главный вопрос, потому что время начинает поджимать, и Олег начал уже. Ну да, вот каким образом помочь, если вот сейчас нас слушают люди, которые хотели бы как-то поучаствовать, куда нужно обратиться? И чем можно помочь? Это деньги, корм, это строительные материалы? Можно помочь, во-первых, умелыми руками. Эта помощь нам всегда нужна и очень нужна, потому что, ну, один человек, да, на такой волонтерской, энтузиастской основе не может уже справиться с таким объемом, поэтому мы приглашаем волонтеров, и всегда рады, когда к нам приходят, и всегда рады, когда к нам приходят семьи. И места, слава богу, хватает, чтобы разместить всех, так и чтобы соблюдать дистанцию, да, вот. Поэтому приходите к нам, помогите котикам, вот. А помощь пожертвовать у них, естественно, финансовая. Нам тоже всегда нужны, да, для закупки материалов. И по поводу строительных каких-то материалов, да, нужны, но там лучше общаться уже со Святославом, вот, который более расскажет, что именно нужно, да. Но, в принципе, да, нам нужны материалы, и мы также публикуем на нашей страничке, в Фейсбуке, что нам нужно. То есть волонтерская помощь, пожертвование. И все эти вещи нам очень нужны. И искать вас лучше всего на Фейсбуке, как и Шуела. В Фейсбуке, как и Шуела, или же можно звонить Святославу. Ну, там номер указан, да. Огромное спасибо. Мы вот последние полчаса спасали котиков вместе с благотворительной организацией Как и Шуела. С нами на связи была Анна Паткина, администратор этого общества. Огромное спасибо, Анна, и за вашу деятельность, и за то, что согласились поучаствовать в нашем прямом эфире. И удачи, 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 хорошего дня, хорошего, замечательного лета. Что же, что же, мы продолжаем. У нас сейчас пауза, а потом у нас следующий гость, серьезный гость. Будем говорить о серьезных вещах. С генеральным директором продовольственной ветеринарной службы Марисом Балли.